Я, честно говоря, не вижу никаких серьезных угроз Шенгенскому соглашению. Да, то есть я вот в этом вопросе являюсь еврооптимистом. И, ну, как бы я вижу, что Шенгенское соглашение, оно дает, ну, как бы колоссальные выгоды его участникам. И идти, ну, как бы на отмену этого Шенгенского соглашения и создавать какие-то, ну, как бы дополнительные барьеры, ну, то есть это абсолютно, тем более не является абсолютно адекватным ответом на те вызовы, с которыми столкнулся Евросоюз. То есть, очевидно, надо ужесточать контроль по периметру границ, да, потому что президент Греции буквально вот заявил, когда два дня назад о том, что, ну, как бы в Турции есть серьезные, ну, как бы вот налаженные механизмы, когда этих собирают, значит, группы этих мигрантов, организованно их забрасывают просто, как бы на греческую территорию. То есть, при этом содействует этому всему турецкая полиция, турецкая береговая охрана, пограничники, то есть местные власти и так далее. Это вы напомнили мнение некоторых наших деятелей, что организовал этот поток беженцев на территории Европы Путина. Ну, опять-таки, ну, это... Ну, это понятно, неадекватно. Этот поток не организовал Путин, ну, хотя я думаю, что Путин, ну, как бы аплодирует, да, турецким коллегам, которые приложили к этому руки. Вопрос, ну, как бы в том, что если вот пытаться с этим потоком будет бороться как-то отдельно взятая Австрия или отдельно взятая Словения или Люксембург, ну, это как бы будет фикция. А если на уровне Европейского Союза будет принято принципиальное решение о том, что мы готовы принимать беженцев, да, людей, которые действительно пострадали, лишились там имущества, лишились там здоровья значительной части и так далее. Но мы не готовы принимать бандитов, мы не готовы принимать тунеядцев и вообще людей, которые не готовы, ну, как бы придерживаться каких-то наших законов, норм и правил и едут для того, чтобы сидеть у нас на шее и бесчинствовать. То есть не надо никаких там, ну, я не знаю, колючих заграждений на границах. Венгрия построила на границах, не надо там вышек с пулеметчиками, надо четко установить первое. Должны быть четко объяснены, ну, как бы правила, что должны могут делать эти люди, что они должны делать в принципе.